Ну вот не всегда идеальный внешний вид, это нормально, вы уже привыкли. Теперь еще есть зеленки весь, потому что я только кота ремонтировал. И по дороге-то я ехал, для того, чтобы вам открыть одну страшную тайну. Последнюю поездку в Турцию я немножко денежку себе взял. Но в Турции я себе купил одни плавательные трусы. Ну, потому что собирался за 15 минут до вылета. Это нормальное явление. И почему я себе ничего не взял и об этом сильно не плачу, не жалею? А так это потому, что я знал, что в городе здесь, на Грязнова 2, на пересечении улицы Грязнова и Советская, напротив Радуги Вкуса, есть магазин антикризисный. То есть сейчас в Турцию можно деньги вообще не брать. Ну, на All Inclusive. Визы нету, шмотки покупать там не надо. Да и магнитики в том числе. Вот здесь одеваемся по ценам ниже турецких. Конечно, не хотелось бы быть ярмарочным радио, но приходится совмещать приятный с полезным. В антикризисном новый завоз. Что мне лично без разницы. Если честно, я сюда по делу. Дело в том, что с такими ценами проще купить новое, чем постирать. Но вещи, штука такая же расходная, как и колбаса. Причем отдельные вещи здесь по цене дешевле, чем килограмм колбасы. Скажем так, большинство вещей. Ну, ассортимент удовлетворяет даже тех, кто, витая в облаках гламура, внезапно понимает, что гламур это неоправданно дорого. Причем покупает здесь то же самое, что и в дорогих бутиках. Но здесь дешевле, здесь, в антикризисном. Конечно, за репутацией своей они следят, как и за нашей камерой, поэтому мы без них. Зато по-нашинскому. Я смотрю, вы внуку себе покупаете, да? Да, обязательно. И внуку, и себе. Детей сейчас содержать дорого? Дорого. А если ходить в антикризисный? Хорошо. По карману не бьет, да? Не бьет, все. И куртку здесь покупала, и туфли, и сапоги. Здесь вот хорошо подбирается товар. Продавец, ой, хозяйка хорошо подбирает. И модный, и для детей, и для внуков, для всех подходит, и для взрослых. Скажите, пожалуйста, вот, наверное, молодому человеку подобрать ботинки, это сложно. А тем более, когда знаем, что фирменные ботинки, ну, денег стоят. Допустим, Найка, да? Сколько стоят найковские ботинки? Тысяч пять-шесть, наверное. А смысл, если вот здесь есть ботинки, допустим, за 530 рублей? В магазинах другие уже. Ну, пробовал уже эту обувь? Да. И как, он не разваливается? Да нет. Нормально. Ну, то есть, вот я, ну, похоже, в одни и в одинаковые. Да-да-да, вот, смотрите. Значит, вещи говорят сами за себя. Да. Что купили? Туфли детские. Туфли детские, детские, детские товары же, дефицит получается. Угу. А здесь как вот, нашли? Хорошо. Футболку я еще себе не выбрал, чуть попозже. И вот та же самая история, для чего я съездил в Турцию. Специальный заказ мне супруга сказала сыну своему купить ботинки. Потому что в Магнитогорске купить ботинки на мужиков, как и одежду, вообще очень сложно. Но можно, когда есть антикризисные. И ботинки по 250 рублей, и по полторы тысячи, как в других магазинах. Сколько нам лет уже? Два года нам уже. То есть серьезные вещи покупаем? Бейсболки? Да, готовимся к лету во всю. Как сюда пришли? Да, ну просто были недавно, увидели, что новое поступление, решили прийти, затариться. Вообще количество товаров вас устраивает? Ну, в дни завоза, да, очень большой выбор, много. То есть самое такое, хлебное место, это антикризисный в день завоза? Да, в день завоза здесь и народу много. И есть что выбрать. Ну, естественно, как без клубнички? Девушки наши, надо сказать, привереды. И вниманием мужского пола не обделены. Так что вкус, извините, есть. И всячину всякую на себя они примерять не будут. Вкус и отмены, кстати, у хозяев. Здесь вообще большинство товара-то не залеживается. Так что понятно, что здесь есть. Я же не будучи специалистом в вопросе моды. Более того, я в ней не бум-бум. И для меня главное, чтобы было красиво. Да так оно и есть. Да и самое нужное в наше-то время. Красиво не всегда. Далеко не всегда значит дорого. Ну вот, девчошек мы приодели. Потратили на все это дело, но не более тех самых 100 долларов, которые обычно выделяю. Себе я выделил, естественно, сумму гораздо меньшую. Всего лишь 1000 рублей. Купил себе вот такую футболку моего размера. Очень моднячью, кстати, мне понравилась. Ну и любимую фенечку, бейсболку. Потому что остальные бейсболки у меня сейчас на доме хранятся. Потому что в квартире у меня ремонт. А туда ездить, ну, далековато немножко. Да и некогда. А куда я делал остальные 700 рублей? Как вы думаете? Извините, у меня подрастает Алексей Челейкин номер 2. Поэтому штаники, ботиночки, это все ему. Ну, такова наша судьба. Папаш.